Достроечная набережная Петербургского судостроительного завода «Адмиралтейские верфи». Здесь 12 октября 2021 года состоялась торжественная церемония передачи в состав военно-морского флота России большой дизель-электрической подводной лодки «Магадан». Это третья подлодка по проекту 636 «Варшавянка», которую построили на Адмиралтейских верфях для Тихоокеанского флота. Напомним, что первый серийный корабль «Петропавловск-Камчатский» был передан военно-морскому флоту в ноябре 2019 года. Подводная лодка «Волхов», вторая в серии, вошла в состав Тихоокеанского флота 24 октября 2020 года. Дизель-электрические подводные лодки проекта предназначены для уничтожения надводных кораблей, судов, подводных лодок противника. Корабль будет вести патрулирование, дозор, проводить разведки и выполнять охрану коммуникаций в ближней морской зоне. Подлодки серии «Варшавянка» оснащены современными комплексами ракетно-торпедного вооружения, радиоэлектроники и гидроакустики. Они имеют по 6 торпедных аппаратов калибра 533 мм. Много дел предстоит кораблю и его экипажу, прежде чем подводная лодка «Магадан» войдет в родную гавань Владивосток. Отработка и сдача полного курса задач боевой подготовки. Ввод состав боеготовых сил военно-морского флота, длительный межфлотский переход. Дальше начнется трудная, но почетная боевая работа по защите морских рубежей на востоке нашей страны. Госкомиссия подписала приемный акт о завершении испытаний подлодки «Магадан» еще в начале октября. Но согласно традиции, принятие корабля в боевой состав ВМФ России происходит только с поднятием Андреевского флага на корабле. Субмарины проекта 636 унаследовали надежность советских подлодок проекта 877 «Палтус», на основе которого и были созданы. Модернизированный проект разработан в Санкт-Петербурге Центральным конструкторским бюро морской техники «Рубин». Длина субмарины 73 метра 80 сантиметров. Длительность автономного плавания 45 суток. Максимальная глубина погружения до 300 метров. Надводная скорость 17 узлов. Подводная – до 20 узлов. Сегодня строительство оставшихся трех субмарины этой серии идет высокими темпами. Проект близок к завершению. На четвертой подводной лодке «Уфа» сейчас продолжают формировать легкий корпус. Проводят трубомонтажные и электромонтажные работы. Устанавливают акустическое покрытие. Пятый и шестой подводные корабли серии «Можайск» и «Якутск» были заложены 23 августа этого года. Завершить строительство субмарин планируется к 2024 году. Продолжение следует...